привет привет всем любителям математики задача в которую из-за которой чуть не пересорились всем офисом задача про дыню дыня дана дыня съели три килограмма ну наверное встречали даже эту задачу съели три килограмма от дыни и осталось только сколько осталось бы если бы съели в два раза меньше чем осталось давайте думать вот кстати а вы заметили как вы считаете если много раз условия говорить решение приближается некоторые полагают что приближается я вот где-то в их числе если задача сразу не получается надо ее читать и читать и читать как у тургенева в муму да как он муратов по моему говорил да ведь мог уйти вместе с муму от барыни нет не получилось ну ладно съели три килограмма осталось только сколько осталось бы если бы съели в два раза меньше чем осталось вообще задача конечно решается в одно действие до 3 умножил на 3 9 и говоришь а вопрос задачи какой какой вес бы не до сколько вся табы не весь какая масса то сейчас физики скажут весит масса 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 9 килограммов да как всегда два способа семиклассника и способ второклассник поехали способ семиклассника его тут можно поспорить математический инструмент это плюс или не плюс смотрите как делает семиклассник или любой инженер до дома или вот те люди в офисе которые чуть не перессорились что надо найти массу всей дыни взяли ее за x съели три килограмма верно x минус 3 это остаток так вот осталось только вот осталось столько сколько осталось бы если бы съели в два раза меньше чем осталось то есть из икса надо вычесть в два раза меньше чем осталось то есть вот эту часть вот x минус 3 это же остаток x минус 3 деленное на 2 вот эту часть если бы съели вот и получилось уравнение осталось только его решить да ну давай быстренько умножим на 2 чтобы избавиться от знаменателя получаем 2x минус 6 равно 2x вот эту дробь умножаем надо двойки сократились его тут внимание минус перед всем числителем минус x при раскрытии скобок знаки меняются вот на этот момент уважаемые родители обратите внимание особенно даже не в седьмом восьмом классе когда дробно рациональной дроби в первой четверти она уже кончилась сейчас 2 данная идет вот этот момент хочешь узнать как у ребенка дела просто ну напиши ему вот этот примерчики попроси привести к общему знаменателю понятно и главное посмотри как он с этим минусом перед всем числителем разберется раскроет скобки или нет поехали ну и что как там в песнях с иксом влево без икса вправо при переносе знак меняем а вот кстати у меня хорошо делает один парнишка не помню по моему в десятом или 8 ну ладно уже с памятью в десятом он когда видит одинаковые слагаемые слева и справа их знаки одинаково он их зачеркивает потому что они ни на что не влияют минус икс переносим с плюсом равно тут 36 переносим с плюсом 9 x равно 9 и так дыня весила 9 килограмм это мы решили уран и вот кстати я хочу сказать вот этот инструментарий это же здорово просто взяли условия задачи перевели на математический язык и решили получили результат причем быстро железно без всяких разговоров а почему я сказал что надо 3 умножить на 3 да потому что здесь важнейший вопрос что означает в два раза меньше мы уже много раз об этом говорили нам говорят два раза меньше означает разделить на 2 ну да да нет она знает конечно разделить на 2 или в два раза больше умножить на 2 оно означает что если у меня есть денюжки а я уже говорил а у соседа денюшек больше в два раза чем у меня это означает что у него ровно две таких же кучки денег как у меня хотя лучше наверное задачи про яблоки вот есть у меня есть кучка яблок или яблоков яблок да правильно помидоров яблок кучка а у соседа в два раза больше яблок чего меня это означает что у него просто две таких же кучки яблок 2 2 таких же количество верно всего то сколько кучек у меня и у него всего три и так внимание если бы съели в два раза меньше чем осталось вот сколько-то осталось осталось столько же сколько здесь то съели бы тогда в два раза меньше чем осталось значит съели одно такое количество а в остатке их два съели три килограмма а таких кучек по три килограмма три штуки в остатке 2 и тут три трижды 39 ответ тот же самый ответ ну что помирились в офисе или будем спорить о способах и так далее знаете еще какой момент в двух словах недавно был такой выход к доске выходит мальчишка к доске решает абсолютно правильно получает абсолютно правильный ответ и вдруг такая тишина в классе и вдруг всего один голос неверно и называет какой-то другой ответ мальчишка такой с вопросом говорит там ну какой-то там ответ 16 он будет так 16 вроде бы и уже начал сомневаться в себе а тот неверный ответ из класса он такой громкий был выкрик я говорю ну у тебя сомнения что ли давай проверим твое решение проводим проверим проверим все правильно 16 все хорошо он правильно он такой я говорю садись тоже правильно он говорит такую фразу сказал так все же сказали что неверно я засомневался а я внимательно наблюдал в классе не все это сказали всего лишь один но очень громкий голос представляете и он засомневался я вот думаю правда она тихо скромно да они правда криклива иногда возникает ощущение когда громко вокруг кричат неправду ты начинаешь сомневаться в своей правде оказывается людей с правдой очень много тихие спокойно тушь чем правду то доказывать я не надо криком доказывать она есть она правда квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов до дыни в этой задаче массы и 9 килограммов и кричать об этом нет смысла потому что это правда вот как математика ну ладно как говорится давайте порассуждаем на эту тему всем большой математический привет пока